Тим Миллер Мертвая девушка Маленькая история О большой любви Она такая красивая Это было все, о чем он мог думать Всякий раз, когда смотрел на нее На свою обалденную девушку На любовь всей его жизни Как же плохо, что она не могла говорить Она была настолько красивой И что он так и называл ее Крысатуля Не, не по имени Ее имя ему не нравилось Поэтому он его и изменил Когда они впервые встретились Она не обратила на него никакого внимания Но у нее будет Будет время узнать его получше Он увидел ее в одном баре Бары и не были его стихий Но она была там Ангел Богиня, томящаяся в одиночестве Не в силах удержаться Он подошел к ней и сказал Привет Его искренность не нашла понимания Она равнодушно скользнула по нему взглядом И снова уткнулась в экран своего мобильника Когда он попытался заговорить с ней Еще раз Она предложила ему прогуляться нахер Знакомства всегда доставались ему с трудом Поэтому он ждал ее на парковке А потом прокрался за ней до ее машины Все, что он хотел Это просто познакомиться Просто завести разговор Но она начала кричать, пянаться и царапаться Поэтому ему пришлось схватить ее двумя руками за горло И все равно она продолжала брыкаться Он сдавливал ее горло еще пару минут Пока она не обмякла Глупенькая Он ведь только хотел поговорить И все И вот они, наконец, одни Но поговорить с ним она уже больше не сможет Он принес ее к себе домой Уложил на кровать Их первая ночь была сказкой Он целовал ее в губы И они были сладкими и нежными Он медленно раздел ее Аккуратненько сняв каждую вещь Ее грудь была восхитительно большая Упругая С торчащими вверх сосками Он поцеловал оба этих соска А потом начал ласкать их языком Посясивая Ее тело было все еще теплым и мягким И он чувствовал себя на седьмом небе от счастья Наигравшись с сосками Он засунул два пальца ей в киску И начал двигаться им там взад-вперед Тебе нравится, детка? А вот так нравится? Шептал он ей Ответа не было Ее глаза безжизненно смотрели в потолок Исследование ее там Возбудило его Ощущение теплоты ее киски На кончиках его пальцев Заставило его тел покрыться гусиной кожей Он залез на нее сверху И пальцей уступил место пенису Он начал медленно Потом набрал темп Потрясенный, насколько же она там была упругая Он входил и выходил из нее Входил и выходил И член его с каждым толчком становился все тверже и тверже Ее рука соскользнула и свесилась с края кровати Пока он трахал ее труп Через несколько минут не в силах больше сдерживаться Он кончил, выстрелив в нее фонтаном, обжигающий спермы Не то, чтобы сейчас ее могло волновать Была ли его сперма обжигающей Или холодной, как лед Вот таким был их первый раз Закончив, он крепко обнял ее И с тех пор они спали-то каждую ночь Он купил ей новую одежду И наряжал ее перед ужином А потом они смотрели телик, лежа на диване Ну и, конечно же, регулярно занимались любовью Со временем ее состояние начало ухудшаться К настоящему моменту Большая часть ее плоти гнилая и сползала с костей Веки давно стали прахом И глаза торчали из ее головы, как два бильярдных шара Волосы поредели и спутались А прошлой ночью во время секса Он схватился рукой за ее левую грудь И оторвал ее Какая боль Но печаль его длилась недолго Его девушка по-прежнему Оставалась все такой же прекрасной И она была только его Навсегда Конец рассказа Счастья всем в новом году Здоровья, благополучия Любить друг друга, несмотря ни на что Передаю вам слова переводчика Павла Павлова А текст данного совершенно Совершенно волшебно Новогоднего произведения Читал Буба С завтрашнего дня Стартует новогодний марафон Хоррор-историй Каждый день может быть Одна, две или даже три новых историй Ловите! Ловите ветер парусами! С Новым Годом! Ловите ветер парусами! Маги ассортати Дала танца Дей бандити Ай-пiedи Тюна Мемори Играта Сдегли Алистorie Ди уна Терра Ливерата Кадута Иммане Нел'инкосцензак Спендута Имбанко Ди уна Пьеха Идиференза 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 Ди уна Идиференза Идиференза Ди уна Идиференза 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 Идиференза